Всем привет! Ну и по аналогии, Павел Емельянов не смог рассказать этот доклад, поэтому я расскажу вместо него. Проект OpenWZ на самом деле существует последние 10 лет, и достаточно давно нас спрашивают такую вещь, что, дескать, у вас такие хорошие контейнеры, вы так активно на ними работаете, коммерческий продукт даже есть на базе этих контейнеров, и когда уже эти контейнеры будут в ванильном ядре, чтобы можно было использовать в любом дистрибутиве? Ну, собственно, я своим докладом попробую ответить на этот вопрос. Я не так давно занимаюсь проектом OpenWZ, зато достаточно давно работаю в компании Parallels. И расскажу немного историю OpenWZ вкратце. В 1999 году появилась концепция создания контейнеров, когда человек, который занимается наукой в нашей компании, предложил основателю компании Сергею Галаусову концепцию изоляции процессов в Linux, в конце концепции, концепцию namespace. В 2000 году команда из пяти инженеров попробовала сделать концепт коммерческого продукта, который впоследствии балансов на виртуозы. Идея получила право на жизнь. И в 2000 году спустили бета-тестирование вот этого прототипа продукта. Насколько я помню, там несколько сот контейнеров получилось запустить на этой первой версии. И в 2002 году состоялся первый релиз вот этого продукта. В 2005 году компания решила параллельно с коммерческим продуктом запустить открытый проект, который назвали OpenWZ, и в рамках этого проекта открыть вот этот форк линуксового ядра, в котором мы реализовали свои контейнеры. И в 2015 году весной мы открыли остальную часть нашего коммерческого продукта, по большей части компонентов виртуоза, потому что некоторая часть все-таки осталась закрытой. Мы занимаемся контейнерами с 2000 года, получается. И первое время, когда мы этим занимались, мы, по сути, сделали форк линуксового ядра, и только в рамках этого форка разрабатывали контейнеры. Чуть позднее мы поняли, что вот эти наработки полезно было бы отдавать в мейнстрим. Зачем это нужно делать? Тем самым можно облегчить затраты на поддержку вот этого форка, потому что если ты отдаешь изменения в AppStream, то тебе не нужно весь свой патчсет перевозить на новую версию ядра, на так называемый rebase. И когда мы это поняли, мы начали вести работу по интеграции некоторых наших отдельных компонентов для контейнеров и пытаться их продать в AppStream. Первыми компонентами были pit namespace, нет namespace. И вот по этим всплескам где-то в районе ядра 2.6.25 вот эти компоненты были приняты. Дальше с переменным успехом мы пытались остальные части контейнеров продать в AppStream. Но это не особо хорошо получалось. Дальше наиболее удачным примером можно было назвать проект Preum, про который я только что Паша рассказал. И с 2012 года мы пытались интегрировать наши патчи по виртуализации NFS. Это реализация клиента и сервера, который работает в контейнере. И вот как здесь отмечено, за все время мы отдали в AppStream порядка 2000 патчей. Это и какие-то отдельные реализации контейнеров виртуозных и багфиксы, которые мы отдаем в AppStream. То есть это все патчи, которые мы отдали в AppStream. Отвечая в целом на вопрос, когда уже OpenVZ будет в линксовом ядре, в мейнлайне, можно ответить, что оно уже собственно там. Это и то, что мы уже отдали, и то, на чем мы сейчас работаем. В целом, примерно мы отдали 60% того патчсета, который отличает нас от ванильного ядра. И, как я перечислил, это четыре самых главных части, которые сейчас находятся в ваниле. NetNameSpace мы целиком полностью сами сделали. PitNameSpace были реализованы Павлом Емельяновым совместно с разработчиками из IBM. Там интересная такая переписка была. Павел сделал патчсет на реализацию PitNameSpace. Ему ответили разработчики из индийского отделения IBM и сказали, что нас такая реализация не совсем устраивает, нам так не надо. И представили свою реализацию, но уже со вложенными PitNameSpace. На что Павел ему возразил, что вложенные Namespace немножко тормозно работают. На что индийские разработчики возразили, что зато у вас нет вложенных Namespace для Pit. Павел собрался с силами, сделал нормальную реализацию вложенных Namespace. И этот патчсет уже был принят. И вот примерно в таком режиме ведется общение и интеграция наших патчей в ванилу. Меморисы группы, девайсы группы были практически нами, тоже разработаны. Про CRIO я уже не буду повторяться, это Павел рассказал. И в Virtuose 7, которая содержит ядро Archeal 7, там уже нету… Если есть, то какие-то небольшие патчи, которые уже по сути есть в ваниле, но уже реализации живой миграции в ядре уже нет. И, как я уже говорил, виртуализация NFS, которую закончили, интегрировали в 2014 году. График показывает размер дифа между виртуозным ядром и археаловским ядром, на котором базируется это виртуозное ядро. В предыдущем графике показывал разницу между версией ванильного ядра, чтобы можно было понять, сколько патчей в каждое ядро было принято. Этот график показывает диф по отношению к археальным ядрам. Тот смысл такой, что раньше мы базировались на ванильных ядрах, то есть мы брали последние ревизы ванильного ядра и перетаскивали туда свои патчи. Впоследствии решили базироваться на археальном ядре, по-моему, как раз в 2005 году, но, может, чуть позднее. Мы исходили из тех соображений, что ядра от археата более стабильные, чем ванильные, и нам не приходится поддерживать еще драйвера, потому что археал очень активно работает над своими ядрами. Они и какие-то бэкпорты делают, и звонилы, и за драйверами следят, обновляют, и плюс дополнительное тестирование. И немаловажный факт тот, что у них вайф-цикл у ядра очень большой. То есть они там 10 или 15 лет поддерживают свои ядра. Хорошо, я запомнил твой вопрос, отвечу позже. Тут можно видеть, что размер патча был снижен больше, чем в 4 раза. Мы до сих пор активно над этим работаем. То есть мы стремимся к тому, чтобы вот эту разницу между археальным и ванильным ядром свести к минимуму. Но реальность такова, что, как бы мы это ни стремились делать, мы делаем коммерческий продукт, и у нас часто появляется какая-то функциональность, которая требует каких-то изменений в ядре. Мы реализовываем эту функциональность в ядре, и должно пройти какое-то время между реализацией вот этой функциональности и интеграцией этой же функциональности в ванильное ядро. То есть это и работа с обстримом, и перепиской, и постоянная какая-то переделка патчей, которая для того, чтобы сделать патчи в том виде, который бы устроили других разработчиков. По поводу того, что у нас еще осталось добавить в ванильное ядро. Это P-Loop. Это реализация сториджа для контейнеров, которая появилась в Virtuosa 6. Это, по сути, реализация loop-девайса Linux-ового. Но P-Loop поддерживает создание снапшотов, ресайз, дополнительный API и немножко оптимизированную скорость работы с сетевайсом. Это изменение для X4. Мы сделали такую штуку, как балунинг, которая позволяет делать ресайз P-Loop, внутри которого находится файловая система X4. По поводу памяти. Не хватает некоторых вещей для управления и учета памяти. Это требует портирования memory C-group, которые будут учитывать память ядра, использование памяти ядром. Idle Memory Tracking. Эти патчи на самом деле уже в ванилу послали, и, как мне разработчик рассказывал, их уже приняли, ментинер уже принял эти патчи, но в репетиторию к Линусу они еще не попали. Виртуализация для OnKiller. Частично она уже реализована в ваниле, но есть еще патчи, которые у нас остались. И виртуализация sys-proc файловых систем для того, чтобы дополнительно изолировать контейнер от хоста, потому что в этих файловых системах содержится очень много информации, которая не всем нужна в контейнерах. Сетевая подсистема Waynet и Epitables. Скорее всего, мы уйдем от Waynet и заиспользуем уже существующие механизмы, которые есть в ванильном ядре. Виртуализация print-k — это механизм сообщений от ядра. То есть в ваниле нет такой возможности, чтобы сообщения от ядра для конкретного контейнера попадали в ядерный лог этого контейнера. У нас это есть. То есть если OnKiller побивает процесс для этого контейнера, то сообщение попадает в ядерный лог этого контейнера. У Alexei такой функциональности, например, нет. Виртуализация для дев-консоли, для того чтобы можно было из хоста подключаться к консоли нужного контейнера. Виртуализация времени для того, чтобы можно было в каждом контейнере установить тайм-зону. И еще эти изменения нужны для того, чтобы таймера не сбивались после живой миграции. И устаревшая функциональность больше для обратной совместимости, чтобы работали перечисленные утилиты. Ну и вдобавок к этому всегда будут какие-то другие наши наработки. Это какая-то новая функциональность, как я уже сказал, которую мы делаем в ядре. И из-за этих наработок у нас всегда какое-то различие с ванильным ядром будет. Все. Спасибо. Благодарю. Это был не вопрос, это был комментарий. Я помню тот вопрос Кирилла Колышкина о том, на каком OpenWZ ядре, то, которое от ванильного растет, или то, которое от архивного. Основываются дистрибутивы. Там, наверное, с полдюжни дистрибутивов точно спрашивали. И, в общем-то, все хором сказали, что мы в основном используем архиельное, но некоторые сказали, что мы рядом пакуем ванильное, но вроде им пользуются меньше. Вот ровно на основании этого, насколько я понимаю… А это где такое было? Это вот Дима Левин, может, еще вспомнит. Это было в частной переписке, ну, может, и 10 назад. А насчет бинпаунтеров хотелось бы узнать, если они устарели, то чем их заменяют? Мемориеси группы, да. И со стороны юзерспейса этим будет управлять специальный димон, VCMG называется. У нас на встрече разработчиков контейнеров, которые мы проводили в Яндексе, был разработчик, который как раз отдельный доклад читал на эту тему. Может посмотреть на ютубе и выложим доклад. Если кто не хочет, я буду задавать вопросы. У меня немножко родственный вопрос с темой доклада. Вот вы говорили о том, что еще осталось довиртуализовать, то, что завиртуализовано в OpenVZ, но еще нет в вейнлайне, да? А что еще не довиртуализовано в OpenVZ? Ну, вы же знаете, что не довиртуализовано, правда же? Расскажите. Вот из последнего, насколько я знаю, юзернэймспейс мы добавили в то ядро, которое будет в VirtualZ 7. То есть у нас были какие-то свои подпорки, а сейчас мы принесли полноценно реализованные юзернэймспейсы из ванилы. Я просто не очень внимательно слежу, но я помню, что раньше были недовиртуализованные какие-то устройства. Был недовиртуализованный, например, DevRandom в свое время. Ну вот девайс C-группы. Я на это могу ответить. Если сравнивать, что виртуализовано с тем, что не виртуализовано, можно сказать, что там почти все не виртуализовано. Где там? В ядре, в любом, и в нашем, и в мейнстримном. Просто ядерная функциональность, она на самом деле огромная. И то, что виртуализовывали мы в OpenVZ, это был минимально необходимый набор для того, чтобы работал софт, который запускается в контейнерах у хостеров, которые являются нашими основными клиентами. Есть хостер, он продает виртуальные среды. Там что-то запускает, оно либо работает, либо нет. Если работает, все хорошо. Если нет, приходят к нам и говорят, не работает. Мы доделываем тот кусочек, который нужен. И когда все это начали задавать Linus, что мы начали виртуализовывать у Linus? То же самое, что и у нас. То есть если сейчас посмотреть и на нас, и на мейнстримный ядрой, то огромное количество подсистем так и остается хост-онли. Какой-нибудь инфракрасный устройство, Bluetooth, IPsec, видео. Это все пока еще в контейнерах не работает никак. Отдельная большая головная боль — это виртуализация CISFS. Там сошлось вообще все. CISFS там так устроен, что в нем очень трудно виртуализовать кусочно. А виртуализовать все слишком сложно. Поэтому когда это все сойдется, неизвестно. У нас CISFS виртуализован кусочно, потому что мы готовы идти на какие-то уступки с чувством прекрасного, когда все должно быть правильно сделано. А мейнстрим-комьюнити не готова в лице мантейнера CISFS. Видимо, мне так надо. Нет, это же мейнстрим. Если делать, то все по уму, чтобы не переделывать потом пришлось. Тот факт, что мы хотим виртуализовать, например, какой-нибудь CIS-класс virtual, или как он называется, где вся информация лежит, а остальное не хотим, их это не очень интересует. Они готовы принять только то, что будет применимо ко всему, включая те же камеры, видео и прочее. Их устраивает только универсальные решения. Да, именно. Поэтому CISFS до сих пор недовиртуализован нигде, но по-разному. И так во всем. А можно спросить про юзер-спейс? Было принято, очевидно, такое стратегическое решение, написать новый юзер-спейс, несовместимый со старым юзер-спейсом. Не совсем так все. Расскажу изначально, что там происходило. У многих возникают такие вопросы, немножко путаница получилась. Возле 2005 года существовал проект OpenWZ, и мы для этого проекта всегда выкладывали исходники ядра, на котором базируется коммерческий продукт. То есть ядра у нас практически идентичные были. Потом у нас сбоку от этого проекта, ну, Кирилл Колышкин начал поддерживать утилиту в ZKTL. И она как-то сама по себе жила, там что-то дописывал, там какие-то баги фиксил. В коммерческой версии тоже была утилита в ZKTL. В какой-то момент кода бейсы разошлись. И у ZKTL OpenWZ, и у ZKTL, который в коммерческой версии. Когда мы заопенсорсили юзер-спейс из коммерческой виртуозы, то мы приняли решение оставить в ZKTL тот, который был в коммерческой версии. Мы планируем всю разницу между ZKTL вернуть обратно в тот ZKTL. Но не знаю, насколько это хорошо у нас получится. А по поводу остального юзер-спейса мы с нуля не писали. Он был еще в старых версиях виртуоза. Это виртуоза 4, когда продукт назывался Parallelser by Metal, Parallels Cloud Server, это все то же самое. И вот там все эти утилиты уже были. То есть с нуля прямо для виртуоза мы ничего не писали. А почему они разошлись? Это так случайно получилось? Это проблемы в коммуникациях. А то есть там разные монтейнеры были? Что были? Были разные монтейнеры? Ну, можно сказать так. Это проблемы в коммуникациях между людьми. Ну и тогда вопрос, а куда вы дели Кирилла? Кирилла? Он жив, здоров, все хорошо. Нет, это мы знаем, да. Это мы знаем, да. Все-таки. Кирилл просто отошел немножко от проекта. Он занимается другими вещами. Он немножко работает для Крива, немножко для юзер-спейса и так далее. То есть он также в OpenVZ, но занимается немножко другими вещами. Ну ладно, спасибо. Можно сказать так, что он передал OpenVZ более молодому поколению. Ему удалось. Надо же. Достаточно. У меня вопрос в дополнение к предыдущему вопросу. Собственно, вопрос звучал на ЛВЕ и Летомск. Делится ли энтропия для деврандом между контейнерами? Ответ на тот момент был нет. Вопрос вроде как касается безопасности, того, что работает внутри контейнера. Генерация ключей туда-сюда. Это все там же, да. Натализован или деврандом, да. Ну вот деврандом, это как-то не застынут момент. И на деврандом меня интересует. Потому что видео, если бог с ним, бредус тоже мне совершенно не интересует. Как это видео? Момент принципиальный, мне кажется. Нет, я думаю, да. Но есть люди, которые у нас видео не предразличны. Ну, главное, тут же. Вопросы? Я не очень хорошо знаком со спецификой контейнеров. Может быть, вопрос будет немного поверхностно. Но вот, скажем, если все наработки по OpenWZ будут включены в основное ядро в mainline, то, скажем так, если они будут задействованы в ядре, если ядро будет с ними скомпилировано, то при отсутствии включенных контейнеров будут ли какие-то, скажем так, падения производительности в ядре из-за этого? То есть, смогу ли я рассчитывать в том, что в основном ядре, поставляемом в дистрибутии, будут включены наработки по OpenWZ? А это все зависит уже от мантейнеров в дистрибутии. То есть, захотят ли они включить все эти опции, от которых вы для вас задействованы? Если анонс будет заселить снировать производительность, наверное, они не будут против. Вот вопрос скорее в этом. То есть, будет ли это сказываться на производительность для тех, кому это не нужно? Для тех, кто не будет сказываться? Я думаю, что подвести на этот вопрос он должен быть более детальным. То есть, нужно на конкретные вопросы отвечать, а не в общем. Я могу попробовать ответить почти на этот вопрос. Появление нимспейсов в ядре замедлило некоторые операции. Некоторые существенны. Вы можете попробовать собрать ядробы с нимспейсов, которые вам мешают, но тогда какой-то функционал пропадет. То есть, реально часть тех нимспейсов, которые были интегрированы, они замедлили процесс нимспейса, все эти пид-нимспейсы, они замедлили. У нас есть некоторая штуковина под названием хешер, которая создает и уничтожает эти иерархии. Если это делать часто, это легко меряется, насколько от ядра к ядру при включении функционала там насколько оно замедлилось. Да? Такова жизнь. от ядра к ядру это именно реврессия какая-то была, то есть оба ядра содержали включенные нимспейсы. Вы имеете в виду свеча и вместе свечой. еще одно небольшое добавление в текущем мире, ни до уровня кого-либо еще, вы не сможете запустить без нимспейсов, потому что это все используется системы D. и все современные дистрибутивы, ну почти все потихонечку перешли на системы D, и они все уже задействуют вот эти технологии нимспейсы. Разумеется, это говорит монтейнер системы D, я почти уверен в этом. Ну просто так вот уверенно. Не надо, нам повезло с монтейнером системы D, который нас спасает от зума лорусской бачки. Есть еще вопросы? У меня не совсем разработческий вопрос, наверное, у вас доканал. С такой появлением докера, как ваша жизнь изменилась? Вот как компания? Мы стали крепче спать. То есть вся школота убежала туда, в докер. Перестал вас донимать. Ну я обычно на этот вопрос отвечаю так. Ну да, часто задают вопрос про докер. У всех разные потребности, и все используют именно то, что их устраивает по потребностям. Есть люди, которым нужны хорошие изолированные контейнеры. Они используют нас. Есть много хостеров, которые строят свой бизнес на OpenWZ. Просто потому что функциональность OpenWZ их полностью устраивает. Есть хостеры, которые используют наши коммерческие продукты. Они покупают дополнительно еще к нашим продуктам техподдержку. Таких тоже хостеров хватает. Есть люди, которым нужно просто какие-то задачи continuous integration делать. И для них докер подходит. Поэтому они используют докер. Ну, примерно как-то так. Я могу добавить, что мы знаем про докер. И, например, мы сделали такую фичу, о которой нас просили хостеры. Это запуск докеровских контейнеров в наших контейнерах. Вы любите, что это нужно. Мы могли запускать контейнеры. Конечные пользователи у наших хостеров хотят использовать докеровские контейнеры. А докер, по сути, нельзя никак вписать в хостинг. Поэтому они предоставляют виртуозный контейнер конечному пользователю. И там уже он использует докер. Что? Внутри можно использовать докер, да. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо.